Йоу-йоу, всем салют, это Смоки Ди, и это специальное интервью для канала Speak to Bash. Ну, по сути, я, наверное, ну, наверное, самый опытный все-таки в России. Ну, вот художник видит, а я вот почему-то не вижу. Поговорим о фанатах и фанатках. Ну, конечно, Ромка, Lowriders. Песни ТНТ. Ну, я приехал, на 5 килограмм меньше вешу. Ну, вот, кстати, история прикольная. Прикольно, спасибо, да, напомнил. Фестиваль Innovation. Ну, да, да, у меня даже не было микрофона. С чувством выполненного долго для себя, ну, и, наверное, для вообще драмбой скультуры. Учитывая, что я как дерево, блядь, на сцене стою. Я узнал, что это ты сделал. Там кто-то говна желал, кто-то смерти, кто-чего. Да нахуй тебе это надо. Всем привет, это Дима Баш, это блог Спиксту Баш. И сегодня у меня офигенный гость, Вася, Смоки Ди. Вася, привет. Йо, бега. Как сам? Отлично. Вот. Начинаем? Да, погнали. Во сколько лет ты понял, что хочешь стать МС? Ну, 2006 год, получается. Сколько это лет назад? 15 лет назад. Это 17 лет. Не полный 17, 16 лет, короче. То есть ты с утра подоснулся, такую зубы почистил, блин, а? Не, не, не. Это World Drum Bass в 2006 году. Крутой состав тогда был. Тогда вот Тарантула, Буду, People, вот эти хиты прям вот только тогда, по-моему, выходили. И потому что каждый диджей, который играл, все играли эти треки. Вот. А так вот, приехал Крейс и Армани. Тогда я вот услышал Армани, он мне прям очень сильно понравился. И Стас, вот кореш, про которого я рассказывал, он записал трансляцию с Радио Рекорда на кассету. Вот. И сказал мне об этом, я у него попросил эту кассету. Я прям дослушал до дыр. Вот. Ну и все. И мне вперло, я что-то начал повторять. Потом появился у меня интернет, ПТН. Вот. И там я уже начал по сайтам лазать, в том числе drumboys.ru. И потом я нашел сайт Hightly Blast. Это сайт Shabu D. И там было очень, для меня было много информации, очень интересной про UK сцену, MC. Вот. И там все, там видео на YouTube, с YouTube были. И все, начали полить эти видео, уже начинал понимать, кто что делает. А в те годы у них вообще был прям размес. Я до сих пор слушаю все эти миксы с тех времен. Я больше люблю старые лайв-записи. Потому что там как-то атмосферно было. Да и другой драма-бейс, само собой, был. И Jump Up был немножко другой, более бешеный, чем сейчас. Сейчас это больше роллеры и такой минималистичные пищалки, можно так сказать. Ну, в хорошем смысле. Вот. А тогда он был прям бешеный, Jump Up. И MC наваливали так же бешеным. То есть ты включал микс и читал как MC? Задимый полностью повторял? Ну да, да, у меня даже не было микрофона. Я просто брал фонарик. Типа делал, что у меня микрофон. Можно читать что-нибудь из тех? Ой, да нет, конечно. Не вспомнишь? Нет. Свои текста попозже уже начал писать. Я понял. Какие были сложности вот первые самые в карьере MC у тебя? Ну, с английским языком, понятное дело, хотелось на английском читать. Ну, с этим до сих пор трудности. Ну, потому что я ленивый. И чтобы научиться, надо заставлять себя. Я что-то слабо себя заставляю. В спорте нет, а вот в плане самообразования есть немного проблемы в этом плане. Но, судя по всему, столько лет прошло. Я чуть-чуть учусь, понятное дело, что-то новое узнаю. Постоянно. Но не такими семимильными шагами. Ты помнишь свой первый текст на английском? Кила саунд, по-моему. Что-то кила саунд, вы мейки кила саунд, вы дали кила саунд. Что-то вроде того. Я уже точно, если честно, не помню. Прямо именно конкретный текст, длинный, блин, серьезно, не вспомню. Первый текст на русском? Этот мир, тяжелыми окованной, скованной некими силами земирного зла, пытается выйти из долгого плена страшного сна, при этом потеряв смысл людского бытия. Ну, что-то вроде того. Понятно. Слушай, первое выступление, ты все понял, что готов выступать. Как оно произошло у тебя? Я даже дату помню. Это прямо, честно говоря, для меня такое значимое событие было. Это 27 апреля, ой, 28 апреля 2007 года. Это было в центре новостания бар «Сушилка». Ну, я так подозреваю, это был суши-бар. Потому что я там, кроме этой вечеринки, ни разу не был. Был день рождения, по-моему, ДКЛРа. Или нет, вру, вру, диджи-сет. Был такой чувак, диджи-сет. И он праздновал там день рождения. И там был ДКЛР, играл. Потом Луч. Тарантул, по-моему, Рейзер. Вот я до сих пор прям, у меня просто плакат дома люсит. Но моего имени там нет, моего появилось чуть попозже. Там через два месяца было второе, когда выступление. Ну и все, я туда приехал. Меня позвал туда мой первый диджей. Диджи-спайт Андрей. Царство ему небесное. Это очень мой хороший друг был. Мы с ним дружили очень хорошо. Ни разу вообще прям... Ну, на момент мы дружили 10 лет. До того, ну, до печального происшествия. И ни разу не ссорились. И он был старше. Года на три, на четыре там где-то что-то подсказывал. И вот он единственный, в принципе, кто в меня поверил, как в МС. То есть я ему просто говорил, что, типа, вот я это что-то практикую. Там записи на диктофон ему что-то показывал. Он говорит, во, круто, давай, ну, все, пригоняй на эту тусу, типа, выступим вместе. Ну и все, стоим, все. Он начинает играть. Он играл еще даркуху жесткую. Вообще там Counter-Strike, Climewax, там, ну, техника лыжь, все подобное. Ну и немного нейрофанка там тоже было. На пластинках все четко. На технарях он тогда техникс их себе купил классические. Вот, и все, я стою. У меня еще микрофон был такой Sony для каралоки. Шнур, который не отсоединяется еще. Ну и все, я подключился, стою. И вот все мое выступление, это было вот так вот. Я что-то стоял вот так вот, что-то в пол читал, короче. И вот до этого вообще никто не танцевал. Никогда не играл ни Саша, ни Луч. Вот когда они играли, почему-то, ну, там, может, было там два-три человека на танцпорт. Там танцпочек был, вот такой квадрат, там, может, пять на пять метров. Ну, побольше, нет, побольше. Это я сейчас уже как-то искаженно это рассказываю. Вот, и в какой-то момент я поднимаю голову, и все, кто вообще там были в этом заведении, все вот так вот, все эту площадь заняли и стоят. Я такой, вау, нифига, прикольно, короче. Ну, и все, я начал уже наваливать. Ну, все, закончилась эта туса. Идем утром уже к метро. И Андрей говорит, вот, я там в туннель что-то хочу попасть. Там, вот, вроде с ДКЛРом что-то поговорил, там, и тра-та-та. Да, и через два месяца делал Андрей, как раз сам начал делать вечеринки. Вот, как раз на первых вечеринках, в которых выступал я за то, что делал Андрей, Диджи Спайт. Это было «Невские мелодии». Возможно, кстати, они и сейчас еще есть. Это на... Блин, ладно, не суть. Вот, и там было мое второе выступление, но оно уже официальное, с плакатом «Смоки Дог» там было написано. Тогда Сейки Тукей, по-моему, привоз из Москвы, как раз был. Тогда было очень мало народа, такая тухловатая туса, и не такие впечатления были. Потом он сделал тусу в Грибоедове, в ноябре, по-моему. И там тоже никого не было, только мы там тусили, вообще никого не было. И все. И потом я уже написал как-то Олегу Джи. Это было в конце 2007 года, в декабре, по-моему. Ну, с респектами, потому что Олег меня прям вдохновлял в плане того, что типа, о, так это можно и тоже это делать. Вот. То есть Олегу огромный респект за то, что вообще, ну, поддержал. Ну, не то, что помог, просто я ему написал. Типа, если Варик где-то что-то почитать, он говорит, да, у нас там, типа, будет MC Battle, приходи в туннель. Я такой, окей, все, классно. Приезжаю в туннель, и на входе, ну, спрашиваю, ты кто? Я говорю, я с Моки Док. Они такие, нет такого в списке. Ну, и стоим минут пять, тупим, короче, кто, как, что. Я говорю, а можно посмотреть в списке? Мне показывают, я посмотрю, там написано Локи Доки. И я такой, блин, потом еще, буквально в этом году, по-моему, я узнал от Эрика Фридома, Амораликс. В UK я видел таких MC, настолько агрессивных, настолько жаждущих, блядь, внимания, как вот в России. Эрик, респект. Я узнал, что это ты сделал. Так что, да не, все, мы с этим все порешали, но никаких обид, все нормально. Вот, и все, я зашел, и все, сразу с первой же читки, с пацанами, со всеми перед нами все тоже, о, ни хуя себе. И все, и тогда было, кстати, много народа, я сейчас помню. Ну, Фридом, понятное дело, был, Леха Айти, MC Руф был такой маленький чувак, но он очень быстро куда-то пропал. Потом, после, потом был, естественно, Джи и Шапа. Вследствие чего, потом мы с Пашей скорешились с Шапой, и все, и начали бэк-тубэк читать, типа, как СС. Крю. Типа, ну, прототип UK с Киба-Шаба, здесь Шапа-Смоги. А сейчас вообще, у тебя сложно придумывать текста? Ну, вообще, в принципе, у меня по жизни такая тема, что, видимо, у меня не настолько, как это правильно. Ну, вот художник видит, а я вот почему-то не вижу. Ну, вот художник, вот, он может нарисовать то, что он видит. Вот, то же самое, вот, я не могу, вот, то, что я вижу, я не могу это описать словами, грубо говоря, правильно, ну, как-то круто. Вот, и поэтому я всегда жду, когда есть вдохновение, а вдохновение это вот первые там две строчки приходят, все, они вот прямо у тебя в голове. И все, ты их записываешь, и дальше расписываешь уже чисто мозговой штурм, просто фигачишь по теме. Слушай, творчество твое в начале и сейчас? Абсолютно, абсолютно разные вещи. То есть, о чем у тебя тексты были? Да, не, все про одно и то же, все одно и то же, примерно, ну, про тусы. Про какую-то уличную жизнь. Не, был один у меня вариант, короче, вот, хотел подруге песню написать. Написал? Да, но она ни хреновая, мы на студии, ой, на стадии звукозаписи. Решили, что нет, не надо. Нет, я потом живу, просто как стихом, короче, зачитал. Можешь его читать? Нет, конечно. Я не помню, я же говорю, я его написал тогда и потом уже все забыл. Работа с диджеями. Угу. Ну, с остальными? Да, с остальными все классно, со всеми из Time of Night, с пацанами легко. С Антохой Бездилой, с Илюхой и Миствистом, конечно. На все руки мастер, как говорится. Ну, не, в основном, кстати, еще второй, наверное, с кем я больше всех выступал, это будет Пойзен. Диджи Пойзен, как минимум, я с 2009 года, не помню, когда в Red Club был, короче, до бейс. И я с того года уже читаю каждый год с ними, точнее, с Пойзеном. Ну, иногда с Жанной, с Соней, но в основном с Пойзеном. А ты считаешь себя лучшим? Лучшим? Лучшим МС России. Ну, я больше отталкиваюсь, ну, если сказать да, то я больше отталкиваюсь от, наверное, опыта. Ну, по сути, я, наверное, ну, наверное, самый опытный все-таки в России. И именно из Drum'n'Bass. Движухи именно из андеграунда и в настоящее время. Хорошо, а кого бы ты из МС мог еще отметить? МСВ, легенда. Вадим, если ты посмотришь, тебе вот такой вот респект. Потому что я еще малой, когда ходил на пиратскую станцию 4, впервые его там услышал. Хотя он еще и до этого был на World Drum'n'Bass. Но я, по-моему, тогда что-то не обратил внимания. Ну, вот МСВ очень крутой, он матерый, он очень много времени жил за границей, в том числе и в Англии. И также он был и есть, как говорится, лауреатом премии Drum'n'Bass Awards. Ты записал Дисней Феофана. Была какая-нибудь реакция на это? С его стороны нет. Ну, я сто пуду уверен, что он все слышал, все знает, но он такой, наверное, человек, что ему это неинтересно. А смысл? Мне просто надо было выговориться, я выговорился, как говорится, прилюдно. Ну, а там дальше как было, как могло быть, так и есть, в принципе. Хорошо. Если бы ты с Феофаном встретился вот лично, что бы ты ему сказал? Сейчас? Да. Да нахуй тебе это надо. Если бы тебе сказали выступать с ним на одной сцене, ты стал бы? Прям совместно выступать? Да нет, конечно. Ну, например, фестиваль. Был он выступает, и вы с Ромой. Так, так было уже. Не помню, какой год, но день рождения, Радио Рекорд. Нас с Ромой позвали выступить. Вот. И мы даже не знали, что там будет Феофаном, если честно. И мы после него, по-моему, и выступали как раз. Хотя не, я вру. Мы выступали параллельно ему, потому что было три, по-моему, танцпола. Он выступал на главном, внутри, а мы... Там был второй танцпол, где его около бассейна, кто там был в воздухе. Клуб воздух на Крестовском острове, на Южной дороге. Там был еще бассейн, и вот там был второй танцпол. Так что в итоге? Так что в итоге, все, мы вышли, ему фачел накидали, и все. То есть ты так стоял, так и показывал? Да, мы вот, мы же артисты, мы прошли туда, грубо говоря, за кулисы. Ну, не за кулисы, на вип. Ну вот, мы стоим, и вот сцена, и вот мы просто, мы пидор, блядь. Но это тогда, мы же молодые были, сейчас-то пофиг. Хорошо, а если тебе предложили с ним выступить на одной сцене за тысячу долларов? Ни за что. Две? Нет. Десять? Да нет. Да принципиально нет. Ну, потому что я не уважаю, зачем мне это делать. Как ты думаешь, какой самый крутой музыкант в дарамбейсе в России сейчас? Ну, конечно, Ромка, Лаур Эдерс. Ну, и одного сложно кого-то назвать. Ну, и понятное дело, Эней. Ну, это наш, как говорится, фаворит. Я думаю, все будут согласны с этим мнением. Ну, Озма, конечно же, тоже. То есть, Озма второй? Ну, после Эней, наверное, да. Я так понимаю, по работам, по популярности, но все-таки Эней-то посерьезнее будет. У него плюс еще английские гастроли вообще, в принципе, по всему миру. Вот. У Озмы просто охренительный саунд. И также у него гигантский багаж опыта и крутые лейблы. Вот. Плюс они еще с Ромой сделали тоже крутой лейбл Оз Райдерс, который набирает обороты, и скоро там тоже еще будут выходить новые бэнгеры. Так что следите, будет классно. Третий. Блин, ну, Коман Стрэндж, наверное. Это как-то звучало круто. И первые две буквы CS. Это я был очень в то время фанатом Counter-Strike. Я не знаю, почему-то как-то так совпало. Мы с Лехой вообще прям нормально начали общаться. Вот как раз когда съездили в Алматы вместе. Вот. Это два года назад было. Там прям нормально общались, как говорится, плотно. И, ну, и в принципе, по заслугам он тоже очень много выпустил классного материала и выпускает до сих пор. И, ну, наверное, он тоже, да, относится к этому топу. Когда вы ездили с ним вместе, он тебя кумусом поил? Да нет, 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 нет. Нет? Но он, по сути, сам был в гостях. Он же из Казахстана, но не из Алматы. Поэтому мы как бы на одних условиях примерно. Ты Петю умеешь? Петь. Я ходил, кстати, на сальфеджио и вокал. Ходил полгода примерно, ну, там даже чуть поменьше, около пяти месяцев. Ну, не сказал бы, что я там научился. Ну, у меня фишки какие-то определенные понял. Там с тональностями, как ноты, там вот эту нотную грамоту. Вот, он немного изучил. Как бы я этот курс прошел и должен был, по идее, идти дальше. Уже в групповом формате. Но я что-то затупил и не пошел. Ну, может быть, и не затупил. Как есть, так есть, короче. То есть, цоя ты спеть не сможешь? Не, не, такие песенки не мое. Я вот Король и Шут раньше любил, как бы, то есть, вот это я по горланец готов. Ну, это так, чисто, когда я один. Не, 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 не. Под гитару купить не будешь? Не, я один раз жизненно песни спел, у меня хватит. Песни ТНТ. Расскажи, как ты попал вообще в этот проект? Ну, коротко или с... Как знаешь, как чувствуешь? Ну, в общем, ну, увидел, что проект до этого. В первой части были знакомы. Ну, вот, подруга моя, Джейн, Женька, вот. Она там участвовала с Джеймаром. У них дуэт был. Ну, Джеймар прошел туда вообще далеко. Он в команду попал там, ездил по гастролям. Вот, а Джейн, к сожалению, вылетела. Хотя, ну, на мой взгляд, Женька достойна была дойти, как минимум, до финала. Ну, я поддерживал только ее там пару... Вот, выступления видел и все, больше я не смотрел. Потом, в следующем году увидел, что там, типа, кастинг какой-то будет. И такой подумал, блин, ну, пойду-ка я на кастинг схожу. Мне 29 лет, какого хрена я нигде не был, короче. А теперь удиви меня, пожалуйста, ладно? Вот, и такой, типа, ну, ладно, я сгоняю. Пойду просто, ну, посмотрю, что это за движуха. Пришел туда, это на Ваське было в дворце молодежи, или дом молодежи на Ваське. Вот, ну, прихожу куча народу, там, мне к 10 утра надо было прийти. Сказали прийти к 10 утра. Вот, я пришел, куча народу, как будто экзамен вообще. Все выглядело реально, как будто большой экзамен. Все пришли, что-то сдавать, все готовятся, что-то ходят, там, что-то переживают, репетируют. Вот, я пришел, вот, дали анкету, я стою, сидел, точнее, заполнял. Вот, что-то заполнил, стоял в очереди. Пока стоял в очереди, стою и думаю, блин, нахер оно мне надо, мне что-то, ну, лень стоять, вот это, что-то ждать, непонятно чего, типа. Но потом понимаешь, что утро, все спят, еще до этого суббота. Такой думаю, ну, постою, и там, часик, может, там, два, и поеду, думаю. В итоге, не, все, достоял, короче, в эту очередь, все, прошел, анкету взяли, ну, ладно, анкету взяли, я пошел. В итоге, я ждал пять часов, где-то в три с чем-то, моя очередь подошла, заходить, я зашел. Ну, все, вот это все, там, я читал, хреново пошутил, вообще, на самом деле, тупо вообще был. Какой тарик ты там зачитал? Сначала, типа, начал, да, репрезенту. Там, прям, две строчки, по-моему, где-то получилось, они такие, ага, все, прикольно, типа, на русском, на русском ноухейт, тоже из припела кусочек. Они такие, о, все, круто, давай, типа, ну, проходишь дальше, я такой, нифига себе. Прямо вам так сказали? Ну, там, да, да, есть видео, видят на ютубе, на самом деле, оно немножко зашкварное, чем, тем, что я там шучу, ну, такой камин-аут немного. Вот это поворот! Вот, ну, да, я перенервничал, ну, блин, кастя, все-таки, блин, никогда не был, первый раз для меня такая херня. Вот, да, и пять часов я еще ждал, еще не ел, ничего, что-то деньги с собой забыл, на карте тоже не было, у меня там было с собой где-то стоя с чем-то рублей, я там батончик какой-то сраный купил, дешевый, самый, типа, старта, вот это вот, и все, и вот, и воды купил, все, вот, вся моя еда была до 10 вечера в итоге. Все, прошел вот это, ну, вот, и дождал еще часов пять, кстати, спасибо, там одна девочка, познакомился с ней, пока стоял, ждал, она, ну, ей подруга привезла из Макдака еды немного, она меня угостила, это, кстати, очень был четкий гамбургер, когда я прям был рад Макдональдсу, потому что, ну, вот это единственное, что до 10 вечера зашло у меня в желудок, вот, и все, я ждал вторую часть, вторая часть, там уже ты, типа, на сцене стоишь микрофоном, ну, под плюс, типа, читаешь. В Питере, да, было все? Да, 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 на Ваське, вот, и все, я там тоже зачитал, они такие, о, все, круто, типа, ты проходишь, ты вот у нас второй, короче, за весь поток, это, ну, первый день вообще кастинга было вторых песен, и, типа, я под номером два туда, типа, прошел, то есть, Я не знаю, вот, и там остальные, типа, в комнате ожидания, вроде как, что-то типа того будет, ну, и все, там, я тоже, мне там куча анкет, всяких движук дали, заданий дали, вот, и все, и потом, через какое-то время я поехал на съемки. В Москву, там, почти две недели, вот, на гостишке жили, там, тусовались, знакомились, и, вот, выступали, вот, первое выступление было, потом, второе было выступление под гитару. Причем, под гитару я, наверное, второй раз в жизни, ну, не считая, вот, там, репетировали, когда раза три, может быть, ну, раза три, в смысле, вот, раз, вот, два, вот, три, все, ну, может, чуть побольше, ладно, немного приукрасил, вот, ну, и все, и вот, а на сцене, первый раз, как бы, ну, все, вроде, нормально выступил, все кайфанули, вот, и дальше, третий уже дуэт саника был, блин, ну, очень прям тяжело было, там, двое суток уже, короче, не спал, был еще забавный момент, меня вырубало, прям, жестко, потому что, ну, было не заснуть, в голову не лезли вот эти строки, которые, там, Аника написала, ну, короче, все шло, вообще, в тар-тарары, мы, там, дальше с ней поссорились уже, там, после, там, после саундчека, чуть-чуть, ну, потому что она на нервах, я на нервах, и вот так, и потом все-таки все, сошлись, и порепетировали, уже придумали другой расклад, и вот тот уже расклад, который мы придумали, обсудили еще с гитаристом, вот, он еще, кстати, у Басты играет, вообще, в группе, вот. Трек Ломбадда была. Да, 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 вот, выбрали трек этот, и... Причем, кстати, нас выбрали парами, вот, как раз, Баста и Тимати, ну, типа, как, я не знаю, сильнейших, я фиг знает, ну, наверное, да, но все считали, хотя я себя считал, я вообще, ну, как бы, как белые вороны, там, все одно делают, а я делаю совершенно другое, как бы мне туда вписаться, вот, ну, мне, честно говоря, эта Ломбада нахер не нужна была, ну, как и человек из андеграунда попсовых, хотя трек-то прикольный, он в плане сделан, ну, коммерческий класс, ну, крутой коммерческий продукт, вот, вот, там текст Аника придумала весь, ну, талантливая, кстати, вот, она из песен, то, что она прошла дальше, вот, она молодец, кстати, она сейчас из немногих, кто что-то делает, прям такое, что заметно, либо я только на нее подписан, не фиг знает, вот, не, я подписан на многих ребят, но вот от нее много все инфы всякие идет, треки там выпускают. А что, что было дальше после третьего, вот, вот? А, все, там, я должен был выступить уже со своим материалом, ну, все, я отчитал No Hate, и все, и отправился домой. С чувством выполненного, вот, долго для себя, ну, и, наверное, для, вообще, драмбэйс-культуры, то есть, вообще, самый мой посыл туда пойти было, ну, уже после того, как я уже туда попал, ну, показать, что такое драмбэйс, MC, драмбэйс вообще, в принципе, хотя про эту музыку знаю это уже очень давно, с 95-96 года. Драмбэйс очень я люблю. У нас был большой бум в этом плане, то есть, были рейвы, там, раз в месяц, там, суперзвезды приезжали, которые, прям, говорили, что у вас вот такой масштаб, что, ну, Европа вообще, как бы, рядом не стоит, местами, вот. Вот, а сейчас, естественно, все уже наоборот, у нас уже все спало, но, с другой стороны, у нас появилась волна продюсеров нового поколения, которые просто разносят сейчас всю, всю планету, на самом деле, потому что гастролируют тот же N.A., тот же Common Strange, еще там, ребята, многие, кто гастролируют, и выпускают мыслов, так это вообще пачками, все туда идет, там, наэропанк вообще просто разносит Европу в клочья. Вернемся еще к песням на TMT, ты очень нервничал, переживал? Конечно, да, блин, я там первый раз я ездил, 5 килограмм потратил, ну, я приехал, на 5 килограмм меньше вешал, и второй раз так же, ну, второй раз было сложнее, реально, там, вот, двое суток не спал, не ел, там, был момент, и там, ну, что-то проебланил, короче, момент с ужином, вот, вот, до завтрака там очень было далеко, ну, и поесть негде никак, ничего не взять, вот, и все, я, как бы, без еды, ну, там вода была, только воду пил, без еды еще в туалет не ходил, ну, короче, все так скомканно получилось, и в итоге там был момент, перед самым чеком я стоял, и думал, что, капец, если я сейчас выйду туда на сцену, а там же, ну, там жарко, кошмар, как жарко, как, блин, ну, не знаю, в бане почти, что, ну, вот эти софиты, все это светит, плюс нервы, короче, я побоялся, что я сейчас выйду, и обосрусь в прямом смысле этого слова, ну, типа, потеряю сознание, я обделаюсь нахер, потому что очень хотелось в туалет, вот, в итоге я такой, все, похер, выбегаю в туалет, короче, который там первый попался, а, по-моему, это был туалет, ну, там, Паша Воля, там, для Тимати, для всех, как, ну, я так понял, потому что у типа участникам нельзя туда заходить, ну, может, это для тех, кто работает там, но я почему-то подумал, что как раз это для, ну, вот, жюри и ведущего, и, короче, я туда залетаю, там, все делаю красиво, что никто ничего не знает, не понял даже, вот, и все, я прибегаю в этот самый, в гримерку, забираю, там, у меня сникерсы. Полполовинка была съедаю его, все, возвращаюсь обратно, засираю полностью этот саундчек, вот, мы ссоримся с Аникой, потом все, миримся, делаем, тоже готовимся, там, еще, кстати, огромный привет Паше Жигареву, это владелец, артист-мьюзик, это Genetic Bros, он, кстати, тоже, можно сказать, олдскульщик наш, российский, в плане и продакшн, и вообще, в принципе, он крутые тусы делал раньше, в доме особенно у него, там, в Москве было, ну, короче, я сейчас перепрыгиваю, а с тем, ну, короче, Паше, привет, он там работал, работал, вот, на самом проекте, и мы там и кутили с ним, прикольно, и Жека, No Limit, там тоже приезжал, мы там тоже угорали, Жека, блин, красава, you know me, я надеюсь, до скорых встреч, когда границы откроют. Вот, и вот нам тоже идея подсказал, что, типа, что-то свое не зачитаешь, потому что там текст был полностью янек, и, ну, я такой, типа, ну, у меня что-то вроде такого нет, ну, и все, и в итоге я взял из Trust the Beat, тоже трек с моего альбома, и вот строчки эти взял туда, и все, ну, как бы, получилось классно, все так же угорели, там, все, даже с моего такого, блин, любительского битбокса. Ну, прикольно все получилось, ну, и все, отдача, No Hate, я вылетел, и все, и классно. Так, вообще, с Basto... Все довольны, самое главное, все довольны. С Basto, с Тимати, с Пашей Волей общался, что они сказали? Ну, вот, с Пашей Волей, вот, случайно, в коридоре я, там, покурить выбегал, и в коридоре с ним пересеклись, он там, о, чувак, круто, там, ну, респектнул, классно, вот. Все, а социальные меня не с кем нашлось. Сложно вообще было, вот, морально и физически это? Ну, да, ну, не каждый, на самом деле, да, вывезет эту тему. Хорошо, почему у тебя был именно такой образ на наступлении на первом бронежиле, все такое? Ну, так получилось... Тебе охотили стрелять? Не, ну, образ, чтобы подчеркнуть, образ жонглиста, типа. Ну, вообще, я, ну, в принципе, да, это поэффектнее выглядело, хоть и, там, ну, можно и поржать с этой темой, типа, там, охранник пошутил, типа, Сарман, что ли, я такой, привет, шуточки за 300 подъехали, ну, и, как бы, не, ну, да, прикольно, я не жалуюсь на эту тему, единственное, просто побегать пришлось, там, два дня бегал, искал все это. А они тебе этот образ навязали, или ты сам его выбрал? Ну, я был просто в обычных шмотках, как я обычно выступаю, но это реально не катит. Ну, учитывая формат шоу, ну, там, шоу, нужно, ну, как-то все эффектнее все это показывать. И учитывая, что я, как дерево, блядь, на сцене стою, то есть надо что-то тоже, ну, приукрасить. Ну, нормально, нормально. Если еще раз в такое поступит предложение, ты пойдешь? Не, а зачем? Я же просто пошел посмотреть, что это такое, я бы понял, что это такое. Не именно песни? Но мне было бы намного легче, я уже знал бы, что делать. Но я бы, если пошел, но в качестве жюри, если только. Хорошо, после твоего выступления на ТНТ в песне, были у тебя предложения по сотрудничеству от кого-нибудь? От кого? Ну, не знаю, там, от других музыкантов, продюсеров. Ну, из... Из людей из телека? Да нет, нет. Да, все же все понимают. Никто к тебе не обращался? Ничего нет? Не, не, не. Кстати, вот Вячеслав Дусмухаметов ко мне подошел как-то, меня позвали, ну, на этот стендап-фестиваль трехдневный в Питере был, и вот на Манежке там сцена была, и там надо было в перерыве между стендаперами выступить. И вот мы... Нас туда вообще, как сказать, не вписала, позвала Саша, Lady Vax, меня и D-Touch. Вот. Позвали, вот он играл полчаса фанка, вот всякого, и потом полчаса джангла. Ну, было тяжеловато, на самом деле, потому что он играл еще с вокалом, а я не врубался, в какой момент пойдет вокал там, потому что, ну, какие-то треки первый раз слышу, какие-то не помню, где там что. Ну, короче, никакой, нулевая подготовка, естественно. Ну, и вот были моменты, когда только начинаешь свою там, и там вокал идет, ну, а поверх нельзя. И вот такие вот косички. Ну, нет, потом нормально я кушал, потом это в гримерке, типа там в шатре канапешки, там везде ходили всякие, еще и Рыбаков ходил, вот Гавр ко мне подошел, который, ТНТ-4 владелец, вот тоже респектнул, говорит, типа, я с тебя тоже болел, там, типа, как Паша. Вот, там с Белым немного пообщался, и вот кушал канапешки, подходит, Дос Мухамедов, такой, о, респект, типа, надеюсь, там без обид, все круто. Я такой, какие обиды, вообще, ну, рад был, ну, познакомиться, типа. Ну, мне нравится, что вот эти сериалы, шоу какие-то, ну, ТНТ мне нравится смотреть. Ну, как в плане того, что разгрузить, там, не другие каналы, в принципе, кроме, наверное, Матч ТВ, хотя Матч ТВ, это тоже почти ТНТ, ну, вот эти два канала смотрю, ну, вообще телек, хуевая тема, в принципе, но, если, чтобы поржать, и разгрузить мозг, нормально. Хорошо, как ты думаешь, почему ты дальше третил, кто же не хорошо? Ты же хорошо выступил, у тебя все идеальные были выступления. Так я же говорю, не формат. То, что я не формат. Ну, конечно, да все это все понимали. Ну, они к тебе подошли, сказали, чувак, не, да такого никогда не, да зачем, да все все понимают, без слов, а что, ну, если бы я хотел туда дальше, я бы выбрал другой формат выступления, а так нет, мне хотелось драмбейс, я и показывал. Теперь давай перенесемся из России к вам, фестиваль Innovation. Как ты туда попал? Ну, это вообще Испания, ну, это Барселон, ну, как бы, сам фестиваль английский, английский, ну, да, потому что в Англии тоже с солнцем проблемы и с пляжами, вот, поэтому в Испании. Изначально, ну, мы с Ромой и Асей вообще планировали туда поехать, просто потусить, фестиваль круто, там идеально все, ну, все идеальные условия для отдыха, как говорится, и с музыкантами пообщаться, и послушать то, что мы сами делаем, только от тех, кто это, ну, создал, грубо говоря. Вот, ребята поженились, Рома с Асей, и, типа, у них это был медовый месяц, а я, как друг семьи, как свидетель, и все остальное, поехал с ними за компанией, естественно, с той же целью потусить, поугарать, и отдохнуть хорошенько. Вот, поехали туда втроем, все там, ну, заселились, все классно, классно, и начинаются эти тусовки, и, блин, на самом деле, сложно передать какие-то ощущения, просто это надо побывать, когда ты просто кайфуешь от всего, от того, что звук, люди другие, то есть, другая публика совершенно, англичане по-другому себя ведут в каких-то моментах, хотя они более такие, вааа, отвязные, чем кто-либо из иностранцев, в принципе, то есть, русские отвязные, и вот, англичане. А как попало именно на MC Battle? Вот, плавненько к этому подходил, короче, и там в середине, он неделю идет ровно, и в середине недели проходит MC Competition, ну, то есть, до самого ночного фестиваля, там бывает бо-от-пати, не в замках, а в аквапарке, и во всяких темах, и также есть MC Competition, типа для молодых, грубо говоря, ноунеймов. Ну, все, я туда тоже вписался, там надо было вообще и заранее записать видео на 5 минут, ну, и, как ты читаешь, типа как промо. Ну, все, мы тоже, Рома записал мини-микс, я за него зачитал, в студии, и все, и отправили туда. Ну, там, как бы, я смотрел на фейсбуке, все, палил, там, кто палит, не палит. Кстати, у меня лайков было, ну, у одного из немногих, у кого было много лайков, почему-то, вот, прикольно, для вас, люди заценили. И все, и вот, MC Competition, все, туда заявился, есть видео оттуда, то есть, все, рома тоже вот снимал на гоупроху и там есть видос почти полный как короче все начинается мой первый баттл там с чуваком не помню как его зовут ну мы все заботы ли там было два ревайнда начитки красно джанго репрезенты она до альбома на первый раз стрельнула сначала на инновэйш и потом на на альбоме а потом на песнях вот грубо говоря не хотелось бы быть артистом одного хита поэтому надо писать надо писать больше поэтому со временем я надеюсь будет больше в итоге все я зачитал эту читку было два ревайнда это все на видео есть вы можете посмотреть я надеюсь ссылочку скинешь или поговорим о фанатах и фанатках часто к тебе подходят фанатки фанаты да я прям не считаю людей фанатами потому что сам в принципе очень много каких артистов люблю ну я не сиди себя не считаю фанатом ну вот прям настолько что там на школу трястись там вот это вот все да не они не на самом деле люди просто приходят подходит с респектом я не считаю что это фанат я считаю что это просто люди которые шарят и высказывает какой-то определенный респект если людям нравится то вообще прекрасно были гене навязчивые люди избавиться от навязчивого человека очень трудно а может быть даже невозможно да ухват бывает такое чем они навязывались ну бывает просто человеком общаешься но поначалу же нормально потом чувствуешь что те уже на уши садятся короче ну с той информации который те принципе не интересно ну и все и пытаешься культурную просто как-то уходить отходить были такие ситуации которые предлагали дальше затусить под поехать ну да конечно ну наверно по большей части ехал ничем плохими заканчивание не слава богу люди адекватные попадаются то есть ты нормально реагируешь на общение неформальное общение с людьми да конечно открыт любого человека который также открыто ко мне относится даже если это с негативом если это обоснованный негатив то почему бы нет можно и поговорить а если с позитивом тут уже сам бог велел как говорится можно общаться с негативом часто происходило не сейчас режем вот раньше да очень очень много было как раз вот первые годы когда я более-менее на каких-то фестивалях на выступал там постоянно в комментариях просто срач куча говна на меня просто сливалась там целые посты там прям были там кто-то говна желал кто-то смерти кто чего я не в полемику с такими людьми не стреваю ну потому что 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 есть что я могу доказать если им не нравится ну окей тебе не нравится если хочешь это мне лично сказать ну окей можешь это мне написать куда-нибудь в личку или есть тем прям вообще бомбит дико то машина тусиме этого сказать но вообще таких людей не было один раз у меня такая история была в туннеле я читал с над sky им него был двухчасовой сет его привозили кстати тогда ребята тусаец айван респект ванек вот и жене тусаец по моему и я с ним читал первый час ну все нормально он был не против и чувак не какой-то просто через решетку ну это в туннеле было на главном танцполе он мне через решетку так херачил короче кулаком в спину из горил заткнись заткнись там вот эта вот история ну я сначала не обращал внимание потом понял что типа чувак прям вообще вскипает вот я вроде так частично переставал и потом я более борис попросил второй час не читать потому что у меня там своя подготовленная история была и я естественно ну все пошел и в итоге мы с этим чуваком встретились примерно около бара ну я просто пошел прогуляться и вот мы с ним пересеклись он мне короче заплевал все ухо вот в прямом и переносном смысле всяким негативом что типа я говно такое что я читаю чужие текста причем он мне называет текста эмси и неправильно то есть текст другого эмси а он считает что я читаю текст вот того эмси который считает он хотя он не прав я не частично нет то что вот в этом плане он как бы шарил да но он не до конца вид шарил поэтому его факты были не настолько достоверны ну и я расслабился после того как мы с ним разошлись мы пожали в итоге друг другу руки то есть он при своем мнении остался при своем потом я подошел в гримерку ко мне борис сразу сам подошел горе типа good job ты по моценке вариматч нам и все такое ну и все я с того момента понятно пошли в жопу все хейтеры и все и делаю и делаю то что нравится давай поговорим о написании тареков вот когда ты написал тарек как ты придумаешь название ну треки то я сам не пишу я пишу только вокал я капеллы ну читаю записываю треки делают вот в основном рома lowriders с чайни радио мы сделали как минимум три трека с виталиком гриндером на в том году сделали классный трек еще много с кем на самом деле еще хватая на и крю раньше ребята тоже делали джангл с ними прикольный даже у нас винил на виниле вышла одна композиция она и называется там с коллаборация дженера уливе но я не уверен что дженера уливе в курсе но прикольно получилось но есть пластиночка и вопрос ну как название ну получается по разному либо есть демка трека и не скидывают и я наверх что-то записываю но чаще всего получается так что я пишу текст какой-то скидывают например вот роми буквально вот на днях так и было я дописал кусочек и скинул ему на диктофонной записи вот и потом съездил на студию все и вот буквально на днях начали делать новый трек и название пока не придумали но скоро все узнаете вот так ну название сами себе либо и строчки что-то выдираешь либо просто по общему по общей атмосфере треку что там находишь давай поговорим о своих топовых вторых это репрезент и мастер церемонии как они появились ну джангу репрезента появился еще где-то за год по моему сама читка за год до альбома до того какие использовал в треке вообще на самом деле нет еще до трека я использовал точнее трек уже был записан и читку я использовал естественно на вечеринках на тусах в принципе как и все всегда и делали drum bass mc это по большей части это живые выступления поэтому весь речитатив он уходит в лайв какие-то особенные треки какие-то особенные читки они в треки попадают вот и в репрезент это как-то как-то на эмоциональных всяких настроениях это все происходило вот ну был период жизни тяжелый год и как-то это все вылилось в эти строки хотя ну там позитивный трек почему да просто движухи вот что джангу репрезента как вообще вся эта движуха movement как говорится вот просто продвиж вечеринки про диджеев mc ну в принципе чтобы заставляет именно задуматься не это наоборот танцпольная движуха танцпольный трек который просто заставляет двигаться и не напрягаясь это слушать то есть не вникая особо текстовую нагрузку и просто кайфовать от того что ты слышишь а ты думаешь о том что он станет хитом да не общение об одном треке не думаю что он станет прям супер хитом но не она сами на стадии зарождения тюм прям вкачивает все очень круто потом естественно ты уже к нему привыкаешь и на стадии релиза но тоже к нему он спокойно относишься и уже думаешь о каких-то новых треках а люди только начинают вникать и кайфовать от этого ну потому что естественно когда ты производишь ты уже все знаешь досконально и она уже приедается само собой это приорит но ты все равно кайфуешь как ни крути то есть если трек грамотно написано во всех его смыслах то как не кайфанут и давай поговорим о втором том хите мастер церемонии как он родился и о чем он до родился тоже как-то сделал припев как-то вот услышал ну читку аза ну есть а за играема два крутых мс это из нового поколения drum bass mc в англии в у кей вот очень крутые ребята теней промо у них ну не промо просто теней что-то понравилось читка я такой и на мотиве ну там минимальный мотив на самом деле оттуда просто на русском какие-то строчки сразу голову пришли его там по вам как-то не знаю из вселенной пришел знак вот посыл и все я его развил уже дальше в техническом и не поэтическому аэропоэтическом ну то есть все-таки стихи же потому что зачитать два того как одновременно ну да я мастер без церемоний залетай на ридом имея запасе лирику с порохом каждой патроне на любом поле воин и как бы враг не пытался с этим поспорить победа будет за мной проверено опытом и силы воли и крем-то маяк-то 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 сталь фаста клайн фронт и джангл атака файя выкат и твай мы коммунистей стучал фидема риджи на сталь арады массы филд и вайпес кими теги с электро ривайн работа с другими все тебе комфортно работать я бы очень хотел вообще очень мечтаю поработать с многими английскими им си потому что ну они все максимальные профессионалы это те на кого я бы равнялся всю последующую свою жизнь потому что это ну реально отцы вообще жанра они это двигают и блин это вдохновляет очень серьезно но что касается русских огромный респект mc пополам с ним не один раз выступали вместе даже микс записывали есть в сети микс посвященный приуроченный к world drum bass station вот на данный момент ok такой типа ну можно сказать как coming out может быть вот мне с ним прикольно было читать вот особенно на дерти тактикс недавно туса была вот мы вдвоем как раз читали вот вот с ним кайфово работать потому что но он вон мои текста знает и он добивает иногда вот но это тоже вот это в этом и есть классная коллаборация среди им си когда один друг друга текста знают и дополняет бэками ну как бы вот это классно ну больше ни с кем такого нет так м сети лёха тоже огромный респект тоже был в деле раньше круто делал также mc mad dog огромный респект это вот одна из новых фигур личности пришедшие в жанр именно в drum bass ну а также reggae dancehall естественно делает вот но мне почему-то больше кажется что ему ближе как раз именно reggae dancehall сцена одну не считая того что он снимайки ну мне кажется для него это более душевно и как-то ближе к сердцу чем именно сам drum bass я лично сам начинал с drum bass музыки именно ну именно как mc то есть у меня не было ни хип-хоп ни опыта в хип-хопе ни в регги музыки хотя слушал и хип-хоп west coast в основном потом в регги очень сильно уважаю уважаю до сих пор слушаю кайфую там сизла вообще прям бог регги музыки максимально крутой чувак у него там больше пятидесяти шести альбомов вообще за всю жизнь мощный тип там такой же капал тэнэнтони би альборози итальянец очень классный кали бац чувак с бермуд но очень тоже очень круто делает можно сказать ветеран уже тоже жанра million styles это там на самом деле очень большой список все это очень крутые артисты вот продолжим россии ну степа стайл естественно да ну это флагман вообще русской underground сцены это регги dancehall break beat grind drum and bass jungle очень круто мультиформатный артист огромный респект степи one wolf также ну коли маню но он больше именно в регги dancehall он также еще и крутой бит мари маню бит вот у него никнейм так что да покупайте у него биты классные вот как раз на новую школу делается ориентирование у него такое профит и очень крутой панама профит тенор ютман ну там еще есть тоже другие ребята вот но это вот самые такие кого прям вот максимально приятно послушать и пообщаться ты чему-то учишься в них наверное учиться нет но я кайфую что наша сцена ну имеют крутые таланты они даже в чем-то талантливее меня это сто процентов чем именно каждый по-своему ну возможно они также обо мне считают это было бы тоже кашпиат но каждый талантлив и крут по-своему и если артист нашел себя ну нашел вот именно как горится свою изюминку то все это уже сложившийся артисты огромный респект таким артистом хорошо если взять десятибалльную систему оценить сколько ты себя видишь как бы я себя оценил но но если объективно то наверно на восемь выше ну ну стоя по десяточку сто процентов ну остальные ну тоже в районе десятки на я говорю каждый перед со своем болоте правит и они там боги и поэтому сложно судить тебя есть какие-нибудь истории выступления как им все необычные интересные вы гастеролий не она бывает таких прямо от особенных чтобы можно было принять ну наверное не было все как-то более по-человечески все нормально ну наверное вот один раз мы с ромой ездили на пиратскую станцию по моему это был новосибирск короче там было мероприятие вот пиратка на метро заброшенном метро там было очень пыльно потому что из-за басов и за сам система стенками штукатурка со стен просто фигачил и ты везде ходишь везде туман такой просто жесткий вот и там кстати тоже помп в плане мониторов было обломнуто что чувак сделал монитор mc намного громче чем музыку то есть я читаю и слышит только себя музыку ни хера не слышу вот у рома там у себя нормальный мониторах он все хорошо слышит а я хожу вот так вот по всему периметру и просто охреневаю того что очень громко не раза два или три подходил к этому звукорю звукальку это молодой был вообще прям он младше нас короче был и говорю ну сделай потише ты не слышишь что ли что капец полный люди музыку не слышат вот куда да да и что-то короче он убирал прям чуть-чуть и города больше убирай больше я хочу сам потянулся к у нее не не подходи и такой просто охренел такой ланусь я с тобой даже ну разговаривать не хочу подходил к организаторам горюте вот можете ну повлиять на человека и сделать нормальный звук ну чё-то они вроде сделали потом потише но миссером было некомфортно вот но это такая неприятная история ну не очень профессионально не сделали вот а так в целом то все нормально ну бывает иногда когда на этого сам наверно небольших маленьких клубных мероприятиях накидываешься быстро как-то мод просто так получается бывает и все и уже тяжелее читать ну язык да немного начинает заплетаться замечать из толпы кто-нибудь да в основном нет да не в основном не никто ничего никто особо не замечают кроме меня но я стараюсь вообще не косячить ну блин к себе сам бой какой твой основной косяк да основной косяк ну вот ты бывает что до горло голос голос теряется иногда бывает что ну не подготовленный он не знаю объяснить физиологически боюсь что начинаешь читать у тебя голос садится и дальше уже не вариант продолжить ну не я продолжаю все равно ну просто это как-то на минималку учатся разбиваешься перед выступлением вообще это типа следует так делать но я так не делал хорошо пиратской станции ты выступаешь ты подписываешь рекордом какой-то контракт да нет сейчас же в основном франшизы по большей степени но допустим в крыму скоро будет пиратская станция серфис что такой вопрос пиратская станция в крыму 2020 года почему вы созданы прятались под столом самом начале выступления всегда же три года так и говорится вы должны спрятаться всегда ну вот эта история прикольно а прикольно спасибо напомню короче пиратка да 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 пиратская станция юбилейном это вот стать когда я вот вернулась пиратской станции в юбилейный обратно оригинал син я договорился все почитать с оригинал син ну как бы ты говорю спросил тебя могу почитать он не против все нормально в итоге вот он встает за пульты и такой мне начинайте представлять я начинаю представляет оригинал синсер у закричали и не помню кто подбежал девушка садимся садимся мы садимся так под стол он не понимаете что происходит начинает ему объяснять что надо сидеть сейчас типа вот этого представления вот по плану и все и мы сидим и я начинаю понимать что типа я облажался ну что я раньше времени его представил вот и в итоге все мы встаем это голос пиратской станции все-таки заезжали и все я такое только встаю такое только уже готов ну читать и у него так вот хлопают и забирают микрофон я просто а я мечтал вообще когда только начинал вообще мечта в юбилейном зачитать на вот на такой массе людей что там 10 тысяч человек перед тобой было и я дико расстроился помню просто хрень это мне прям вот печально было но на следующий год они меня сами позвали они меня сами позвали и был опять же офигенал син но там мы уже выступили нормально все было четко и дальше уже последующих пиратках тоже выступал второй раз уже было несыкотно на самом деле выступать я был больше рад что я не обожался вот и все еще было вообще прям классно мне понравилось ну приятно вот это ощущение как перед тобой это масса людей и ты вот мечтал вот это ощутить вот эту волну не забываем какое большое количество людей 10 тысяч ну сколько юбилей тогда собирают в москве адреналина садим там по-моему меньше было тоже куча народа ну намного кстати адреналина больше получаешь когда больше народу прям вот этот масштаб ощущаешь но маленькие тусы тоже дают очень неплохую неплохие эмоции в плане того что когда мало народу все забито допустим на вечеринках вот тех же до бейс раз год федя бумер вот это делает праздник в этом году 25 лет было и там прям вот этот мог людей просто все консервная банка все забиты но все в одном общем угаре вот у таймов на и такие тусы тоже были но у нас немного концепция другая в отличие от до бейс понятное дело что они раз в год делают и люди приходят в основном там старички у нас приходят абсолютно разные люди совершенно и это очень круто всем спасибо что досмотрели это видео до конца это блок speak to bash ставим лайки подписываемся на канал и обязательно комментируем а вы обязательно посмотрите это интервью со мной смог иди на канале speak to bash смотрите также остальные интервью хитом очень классные ребята всем мира добра будьте здоровы и развивайтесь любимых делах бега